«Краски жизни» – именно такое поэтическое название получила выставка работ учеников Аллы Шляховой. 3 июня она стартовала в галерее «Бузок». Начинающие художники разных возрастов, ученики талантливого педагога и прекрасной художницы Аллы Шляховой представили на суд зрителя свои первые работы. Специалисты по праву окрестили экспозицию уникальной. Я, честно говоря, потрясена, потому что ребенок 6 лет, на той стене или висят работы, и на этой, допустим, шестилетних детей работы. Это, конечно, совершенно потрясающе, потому что не каждый взрослый такое может сделать. И, наверное, действительно, эта программа, которую придумала Алла, у нее, в принципе, богатый опыт преподавания. Она давно работает с детьми, и вот видно, она разработала программу, которая доступна даже таким малышам. Художница, искусствовед и преподаватель Алла Шляхова – человек разноплановый, одаренный, светлый. Она сама работает в разных жанрах и техниках, умеет и любит делиться с людьми красотой, радостью и мыслями, что ее переполняют. Она не скрывает, что гордится своими учениками, а ее методика позволяет не только познать живопись, но и сохранить индивидуальность, творческое начало. Уникальна она тем, что ученики за очень короткий срок, это от трех до шести месяцев, представили на этой выставке свои работы. Работы выполнены в разных техниках. То есть даже детки, вот на этой стеночке хорошо видны, даже детки с шести-семи лет пробуют у нас уже различные материалы, в том числе акрил, масло, всевозможные графические материалы, очень сложные. И за очень короткое время достигли очень больших успехов. В этих работах как бы это все видится, наблюдается. Большое желание работать, рисовать. Мы устраивали пленэр специальный для наших учащихся. Работа изумительная, прекрасная. И что здесь ценно, что здесь именно творческое начало присутствует. Здесь копии только две. Все остальное это уже творческие работы, первые творческие на очень хорошем уровне. Директор студии «Арт-стрит» Лариса Мальцева признается, на выставку пришла с особым чувством. Когда мама волнуется, когда ребенок идет в школу, когда он там выпускается, те же самые чувства. Потому что все наши ученики – это выходцы из нашей студии. Конечно, при помощи Аллы Владимировны, бесценной нашей шляховой Аллы Владимировны, мы бы не достигли таких результатов. Но, тем не менее, мы всегда очень рады таким выставкам, гордимся своими учениками. И, ну, вот, наверное, сравнить чувства матери, когда вот она гордится своим ребенком. Наверное, так. С 1992 года Алла Шляхова была членом «Гринпис». Свою любовь и заботу об окружающем мире она старается передать и ученикам. Художница тесно сотрудничает с Харьковским зоопарком, где реализует массу проектов – от благотворительных до познавательных. И в каждом юные мастера учатся познавать мир, быть ближе к природе. Все люди, которые заботятся о детях, хотят, чтобы из них выросли патриоты нашего города, они должны быть вместе, объединять свои усилия. А у нас это получается очень хорошо, потому что благодаря Аллочке у нас появилась прекрасная сова в доме юнатов. У нас прекрасные другие картины появились в зоопарке. И мы же тоже работаем с детворой, которая учится не только наблюдать природу, но и рисовать то, что они видят, описывать то, что они видят, показывать и рассказывать о том прекрасном, что они могут наблюдать, наблюдая за животными. И в этом наше общее. Поэтому, конечно же, я с удовольствием пришел сегодня сюда. И я рад сказать теплые слова Аллы Владимировны за то, что она таким образом помогает зоопарку. Кроме того, естественно, такая помощь предполагает и другие какие-то благотворительные действия со стороны людей, которые заинтересованы в том, чтобы в нашем городе сохранялись те ценности, которые потом человек проносит с собой через всю жизнь. Тонко чувствует мир, награждена счастьем любить и быть любимой, даром передать эту любовь ученикам. Именно так отзываются художницы все, кто учился живописи у Аллы Шляховой. Выставка картин – это всегда праздник. Праздник и возможность соприкоснуться с чем-то прекрасным напрямую. И что самое интересное, что участники этой выставки – это простые люди среднего возраста, разных сословий социальных, которые объединены одним желанием – это желание рисовать. И это желание воплотила наш куратор, художница с большой буквы Алла Владимировна Шляхова, которая разработала специальную программу обучения людей. И этот курс рассчитан, обучение по живописи, рассчитан на минимум на 6 месяцев. И, конечно, за такое короткое время можно судить по нашим картинам, чему мы научились, но мне кажется, это просто колоссально. Людям, не имеющих никакого образования художественного, не держащих никакую графическую, ни ручку, ни карандаш в руке, и за 6 месяцев обучиться элементам живописи, я считаю, это просто гениальная методика. Выставка, в общем, очень сильная, очень интересная, потому что представлены совершенно разноплановые работы, совершенно разных возрастов людей, как и взрослых, так и детей, которые за очень короткий срок развили в себе, я считаю, невероятные способности. Одним из вдохновителей и близких друзей Аллы Шляховой был известный хриковчанин, внук великого фотографа его императорского величества Алексей Иваницкий. Он поддерживал художницу во многих ее проектах. Поздравить Аллу Шляхову с открытием выставки пришла и представительница древнего дворянского рода капнистов Радислава, которая продолжает дело Иваницкого. Рассказывает, что с Аллой Владимировной познакомилась в Харьковском дворянском собрании, ведь Алла и сама имеет великие дворянские корни, но не афиширует их. Мы в течение многих лет с Аллей встречались. Я всегда восхищалась ее проектами. У нее проекты необыкновенные, она талантливая художница. А Алексей Александрович – это личность, к которому все притягивались. Знаешь, как есть в жизни люди, которые притягивают к себе, так и он, со своим оптимизмом, своей порядочностью, со своей эрудицией необыкновенной. И вокруг него собирался очень интересный круг людей. Церемония открытия проходила в уютной обстановке, с подарками и призами. Каждый юный художник получил на память журнал «Почемучка» от издательства «Астром». Помимо того, что мы с ней планировали работать как с художником, оказалось, что она еще замечательно пишет. И наше издательство, мы планируем издать ее произведение «Сказки волшебной поляны». Она нас пригласила на эту выставку. По-настоящему мы тут, кроме того, что наслаждаемся замечательными иллюстрациями, мы еще ищем художников, которые будут иллюстрировать наши книги, которые будут иллюстрировать наш журнал «Почемучка». У Аллы Шляховой грандиозные планы на будущее для ее учеников. Уже запланированы не только украинские, но и зарубежные выставки. Но главное, чего желает художница своим воспитанникам, это быть собой, творить от всей души, вкладывая в каждый мазок часть себя, своего видения мира. Продолжение следует... Продолжение следует...